Славянская радио Всем здравия, с вами Народное славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 апреля 2016 года, суббота По одному из старинных 39-й день месяца пробуждения природы 7524 лета, неделя Возвращение на Реулу или Джаре 2 Такова тема сегодняшнего нашего эфира Главный соведущий, автор этого произведения Хиневич Александр Юрьевич Здравия, Александр Здравия всем И мы перед эфиром, когда разговаривали Волновались Будут какие вопросы и вообще есть ли вопросы Пока, ну был там один какой-то вопросик У нас, да, до эфира Но я надеюсь, наши радиослушатели Нас поддержат вопросами Потому что тема довольно-таки Интересная Не каждый день у нас выходят в славянской тематике Фантастические рассказы И не каждый день встречаются люди с авторами Этих фантастических рассказов Вот, вижу, тут пишут Здравия Александру Юрьевичу И так далее То есть, вот тут уже тебя приветствуют вовсю Ну что ж, давай, наверное, начнем вот с чего Первую книгу Джаре 2 Как горячие пирожки расхватали Появились вопросы Когда будет вторая часть Джаре 2 И когда узнали, что возвращение на Реулу Некоторые сказали Это что, это Джаре Или это что-то новая какая-то тема начата Вот давай, наверное, с этого начнем Возвращение на Реулу и Джаре 2 Как они между собой связаны? Ну, это, в принципе, одно и то же Возвращение на Реулу или Джаре 2 То есть, это продолжение Той же темы, тех же приключений Насчет того, когда выйдут из печати Ну, вчера с издательством разговаривали Ожидается, после 15-18 числа Уже типография выдаст книги То есть, сначала пойдет тем, кто заранее заказал книги На сайте издательства А уже, наверное, где-то в 20-х числах на Олимпийском Олимпийском, в Москве имеется в виду Да-да, в Москве на Олимпийском Насколько я помню, 195-196 торговые точки Это на третьем этаже Ну, в крайнем случае, можно всегда позвонить в издательство Или написать в издательство Там подробно объяснят, где и как можно приобрести Если на самом деле вы хотите почитать на бумажном носителе Но надо же отметить, что ты продолжаешь выкладывать черновики В интернете, в свободном доступе Да-да-да, то есть, у нас с издательством договор То есть, если издатели других авторов, тех, кого издают Требуют, чтобы те убирали часть произведения Оставляя ознакомительный фрагмент Мы с издательством договорились, что я оставляю полностью на самом издате черновик Потом его дополняю И вот этот дополненный вариант уже идет в издательство То есть, если первая книга Джере В черновике было 528 страниц В печатном издании она уже 600 страниц Вторая книга в черновике 556 страниц И 648 в печатном То есть, гораздо больше, гораздо полнее, больше информации Ну, ты знаешь, кстати, вот многие задают вопрос Ну, я прочитал на издате в интернете книгу Зачем мне покупать книгу в печатном виде? И ты уже как-то в предыдущей передаче уточнял Что все, что выложено в черновике Это еще не означает, что это конечный вариант И сразу возникает вопрос А чем отличается бумажное издание от того, что ты выкладываешь в черновиках? То есть, насколько там, может быть, персонажи меняются? Может быть, там какие-то сцены полностью переписаны? В чем отличие от коренной основы? Да, в том-то и дело Что там и сюжетов больше То есть, черновик это, ну, грубо говоря, как шаблон маска Который уже потом дополняется То есть, многое из того, что есть в печатном издании Этого нет в черновике Вот, например, я по комментариям на самом издании Помню, как очень Там много было вопросов по 27 главе Что вот там это место непонятно, вот это непонятно Ну, хочу сразу сказать 27 глава в печатном издании Она в два с половиной раза больше, чем в черновике Хорошо, а смысл-то какой тогда черновик держать Который чем-то отличается от официальной изданной книги? Я поясню То есть, я вот, допустим, идет поток Я его записываю, да? И по главам выкладываю Выкладываю На самом издании Люди пишут комментарии Какие-то вопросы им непонятны То есть, ну, каждый раз же Когда люди повторяют ответ Ну, вопрос свой Не дашь ответ То есть, постоянно писать одно и то же Поэтому в книгу вносится дополнение И более полно раскрывается То есть, получается так Ты выкладываешь Читатели смотрят И идет обратная реакция Обратный контакт Может быть, какие-то уточнения Да Ну, вот по первой книге Я уже рассказывал То есть, очень много было вопросов По кутятам Почему Неченыши-рыси Названы Кутенок А люди открывают Да, сразу же Первым делом что делают? В интернет А там В словаре Ожигова И Ушакова И написано Кутенок Щенок Волка Или собаки И им непонятно Какое отношение Это к рыси А все завязано На наш язык Что Раньше кутенком Вообще называли Новорожденного То есть, вот такими Вот моментами Ну, в общем-то Понятно, что В данном случае Ты Несешь Помимо фантастики Какие-то еще Традиционные ценности Свойственные Нашему русскому народу И еще Пропагандируешь Древние какие-то знания Да, я ничего не пропагандирую В смысле русского языка Я имею в виду Не в том смысле Нет Потому что Старый русский язык Там образов больше А чтобы передать что-то Надо пользоваться Тем языком Где образов больше У нас же сейчас Убирают многие слова Оставляют только Язык торговли А языком торговли Вселенную не описать Ну, некоторые пишут фантастику У них там Попали люди Из земли В космическую Систему какую-нибудь Да, или в космическое государство И там начинается торговля Купил подешевле Починил Продал Вот и вся фантастика Переносит из нашей земли Из нашей реальности Просто то же самое А некоторые Читая Вот В моей книге Воспринимают это Не как фантастику А как Реально происходящее событие И поэтому Спрашивают А почему Вот Главный герой На землю Не вернулся Он же там получил Такие здания Надо принести На землю Чтобы вот Дать вот Русским Чтобы они Развивались Я От таких вот Вопросов Уже устал Поэтому на них Не реагирую Я еще Когда вот Первая книга Писалась Ответил Одному Что Изучайте Древние Легенды Предания Там же сказано Боги с неба Приходили Да К какому-то Народу Обучали их Премудростям Там Профессиям Давали Злаки Оружие Чтобы они могли Себя защитить К чему это Приводило Это приводило К уничтожению Цивилизации Как сейчас Говорят Те же Тибетские Мудрецы До сих пор Хранят Что До Нашей Современной Цивилизации На земле Уже было 22 Которые Полностью Уничтожили Сами себя Ну а Причина Всего В чем Было Кто-то Пришел Вмешался Усилил Одно Государство Оно Захватило Все же знают Да Стремятся К мировому Господству И приводило К уничтожению Жизни А те Кто Остатки Выживали Начинали Как правило С нуля Ну вот сейчас Возьми любого Инженера Да У которого Богатейшие знания Допустим Ракетостроение И его Куда-нибудь В тайгу Забросит Он что Сделает В первую очередь Он в первую очередь Сделает Лук И стрелы Но это же Чтобы себе Пропитание Добыть Но это же Не означает Что у него Интеллект Низкие знания Нет Он будет Пользоваться Только теми Знаниями Которые ему Необходимы Для выживания Вот так Ну это из той же серии Занекдоты Как-то Племя обезьян Нашло ящик с гранатами Говорит Ну и что дальше Ну все Нет племени обезьян Вот из той же серии Можно и так сказать То есть Развиваются Развиваются В конечном итоге Для того Чтобы себя уничтожить Не для того Чтобы стать богами Азами Да Как это и принцип Должно быть А для того Чтобы просто Себеподобных Уничтожить Для себя самих Да Ничего смешного Здесь нет Но печально Хорошо Какие у тебя Может быть Ты поделишься Интересные отзывы По первой книге Были Что тебе вообще Народ описал И может быть Сподвигнуло что-то Во вторую включить Да Я сразу же Как-то С издательством Когда обговаривали Планировалось Сразу Как серия книг То есть Планировалось Как серия Познавательная Многие Приходили Сравнивали Что у меня Что-то Нечто Похожее С мирами Описанное У других Писателей Ну допустим С мирами Описано Игорем Хортом Или Тем же Скифом Или Муравьевым Или Поселягиным То есть Нашими Российскими Этими Писателями Фантастами Но у меня Совершенно Другие Миры А люди Вот как Увидели Одно слово Джере Она Почти У всех Упоминается У этих Писателей И все И решили Что это Вот как раз Касается Сюда Некоторые Кто любит Играть В компьютерные Игры Например Иви Онлайн Они Почему-то Считают Что вот Мои Произведения Относятся К игре Хотя я Никогда Эту игру В глаза Не видел Тем более Не играл То есть Ну спрашивают А почему Вот она С теми Мирами Не совпадает А я даже Не знаю Какие там Миры Описывают То есть У меня Я отвечаю Вот этим Пишу Что Я описываю Совершенно Другие Миры И другие Времена Которые К тем Мирам Описаны Другими Атами Никакого Отношения Не имеют Но может Вот У тех Упоминается Что в древнем Была Раса Джере Да И народ Джере И у меня Только у меня Описывается Как он Живет А у них Описывается Что когда-то В древности Была Раса Джере Но это К играм И другим Произведениям Не имеет Отношения Вот так Ты знаешь Когда я смотрю Отзывы То я вижу Помимо Нейтральных Отзывов Которых Очень мало Я как правило Вижу Отзывы Совершенно Противоположные Друг от друга Первые отзывы Это восторженные Ой как здорово Наконец-то вышла Наша славянская фантастика Наконец-то Здесь чувствуется Есть какой-то Очень Интересный Смысл Который открывает Глаза по-новому На нашу древность Вот А другие говорят Да что за фигня Какая-то Что там Понапридумывал Он и писать не умеет Там еще Может быть и читать Не умеет Там схватился Там и так далее То есть Скажем так Радужные есть отзывы А есть просто То что называется Поносные такие отзывы Я даже больше скажу Я даже больше скажу Люди Которые меня вообще Не знают Меня вообще не знают И никогда В глаза не видели Но Начитавшиеся Статьи Троллей В интернете Негативных Обо мне И у них Все мнение Сформировалось Вот на этих Придумках Обо мне Некоторые Некоторые Даже пишут Надо Сжигать Такие Книжки Не читая Они даже Не знают Вот только Увидели Фамилия Хедевич А все Сжечь Ну вот Недавно В обсуждении Третий Там Появлялся Похожий Персонаж А как Можно Читать Такие Книги Если У автора Брат Живет В другом Государстве Кто-то Задал Вопрос А это При чем Ну Брат Живет И работает В Израиле Ну Говорят А это При чем Тут Фантастика Вообще Отпишется Один из читателей Ему пишет Что Он Многие Хорошие Книги Пишут Те Кто живет В Израиле Ну На русском У них Хорошие Книги Почему Не читать Ну Вот Люди Приходят И Задача Их Чтобы Люди Не читали Чтобы Не развивались Потому Что Каждый Когда читает Книгу У него Раскрывается Что-то Своё Поэтому Мне приходят Очень много Писем От людей Прочитала Книгу И вот Нашла Ответ Ну Женщина Пишет Как Дома У себя Обустроить Чтобы Не было Руганье И скандал Кто-то Там Как Надо Относиться К Детям То есть Каждый Находит То Что Ему Нужно То есть Я-то На этом Не Зацикливаюсь У меня Как Идет Информация Я Ее Записал Выложил Потом Перечитывая Вдруг Там Опечатки Ошибки Что-то Дополняю Но я Понимаю Что Первая Книга Вышла Там Очень Торопились Созданием В окно Попасть Первая Книжка Вышла С ошибками Но Сейчас Они Все Исправлены И второе Здание Будет Уже Исправленное И Дополненное Я имею ввиду Первые Книги Джаре А второе Вот Очень Долго И внимательно Вычитывали Проверяли Так что Никаких Опечаток Ошибок Быть Не должно То есть Второе Здание Первой Книги Уже Запланировано Да Или Оно Уже Нет Второе Издание Первой Книги Уже Готово Все Зависит От Типографии Ну Куда Отправляет Издательство Потому Что Во многих Регионах Эти же Как они Называются Как Весна Так Выборы И Типографии Загружают На предмет Печатание Бюллетеней Там Листок Прокламации И прочее Поэтому В эти Периоды Типографии Не могут Как говорится Печатать По художественной Литературе Потому что Они заняты На этих Срочных Дорогих Заказах Понятно 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 Но у нас Да Надо же Очень важное Дело Сделать Поэтому Что Имеет Главерствующий Приоритет В общем-то То и Вперед Выходит Это понятно Еще Прежде чем Уже начать На вопросы Смотрю Вопросы Пошли Я хочу Уточнить В первой Книге Да Ты много Брасывал Интересных Слов Старых Которые Расшифровывал А во второй Книге Какие-то Есть такие Слова Которые Тоже Старинные Наши И ты Расшифровал Как-то Дал Новую Жизнь В конце Каждой Книги Есть Словарик Куда Дополняются Слова Словарик Объемный Да Я бы Не сказал Объемный Но Многим И так Понятно Но Все равно Добавляется В каждой Книге И тогда Еще Наверное Вопрос Когда мы Говорили Про Ты их Троллями Назвал Ну Не все Наверное Тролли Есть люди Которые По каким-то Причинам Не могут Понять А для Чего Вообще Такая Фантастика Нужна Не за Того Что они Плохие Не за Что они Проплатили Просто Наверное Не понимают Вот и Пишут Нет А у У меня В самом Начале В Аннотации Было Сказано Тем Кому Не Нравится Не Читайте Никто Не Заставляет То есть Как в той Поговорке Будете Проходить Мимо Проходите Я же Никому Не Навязываю Свои Книги То есть Есть люди Которым Нравится Они Читают Но Если Вам Не Нравится Не Читайте Многие Злятся Потому Что Они Не Могут Понять Что Напишено В Книгах Они Могут Понять Потому Что Им Такое Образование Дали То есть Вот Сравнить Образование Которое Есть Сейчас И Которое Было Допустим В советские Времена Это же Земля И Небо Вот И Все Ну То есть Мы Не хотим Сказать Что Это Люди Какие-то Плохие Просто По Каким-то Причинам Им Или Пока Это Трудно Понять Или Просто Нет Интереса Не Пробужден Интерес К Нашей Древности Скорее Всего Скорее Всего Им Просто Это Не Интересно Их Интересует Другая То есть Вот Кого-то Интересует Больше Когда Читают Фантастики Чтобы Был Экшен То есть Война Боевые Действия Сражение Космических Кораблей Вот Они Любят Вот Такую Фантастику А Где Философские Рассуждения Им Такая Не Нравится А ты Сам Относишь Книгу Джаре К какому Жанру Фантастики А я Сразу Указал Это Фантастика Ценна Мировосприятия Ну Это Понятно Но Есть же Какие-то Сложившиеся Фантастические Жанры Направления Ну Ты понимаешь Вот На одном Из Сайтов Где Люди Следят Вот За Тем Что я Выкладываю Жанр Как Фантастическая Космоопера Написали То есть Что это За жанр Космоопера Я Пока Не знаю Но Люди Так Обозначили Кто-то Допустим Отмечает Что это Хартятина То есть Ну Первый Кто Игорь Хорт Описал В книге Шахтер Миры Галактического Содружества Причисляет Мое Произведение К тем Ну Каждый Сам Определяет Даже Жанр Я Своё Мнение Высказал Фантастика Ценна Мировосприятия А Там Описываются Различные Жанры И Боевой Фантастики И Космической Фантастики И Научной Фантастики И Ненаучной Там Все Сво А учитывая То что У Некоторых Как бы так Слово Зазвать Официальных Структур Сейчас Повышенный Интерес К нашей Древности И не всегда Позитивный Положительный Еще Вопросы По Фантастическим Вот этим Книгам Не задавались Никем Из тех Структур Пока Нет Насколько Я знаю Фантастика Это единственный Жанр Который У нас Пока Не Рассматривается Я имею ввиду В соответствии Из 282 282 Статья Насколько Я понимаю Ты там Вообще Даже Не даешь Никаких Поводов Для этого Даже Намеков Никаких Нет А зачем Я понимаю Что незачем Просто Я говорю Что Поводов Я там Не видел Я вообще Человек Не конфликтный И у меня Главный Герой Вместо Того Что Конфлектовать С другими Видами Рассами Разумных Он старается С ними Найти Общий язык И контакты То есть Всегда же Лучше Договориться Чем Воевать С теми Живнешниками Которые Грабят Убивают И то Он их Не уничтожал А просто Сказал Что Древние Вернулись А вы Возвращаетесь К себе В свою Галактику Где там Временная Слась Кончилась В ваше Время Но так Безобидно Просто Пришел Вежливый Человек Вежливо Попросил Ну давай Тогда Задам Вопросы Которые Появляются В нашем Чате Напомню Что Чат На сайте Славомир.org На сайт Вы можете Попасть Если В любом Поисковике Абсолютно В любом Из любой Точки Нашего Мира Наберете Следующее Народное Славянское Радио Там найдете Слово Чат На сайте Славомир.org И дальше В чате Вам нужно будет Один раз Придумать Логин и пароль И пользоваться им Переписываться С друзьями Задавать вопросы В студию Если идет Живой эфир Но с одним Условием Что вы никого Не ругаете Вы не создаете Конфликтные ситуации Итак Вопрос Который Поступил До эфира От Михаил Я к тебе Его сбрасывал Не знаю Ты ознакомился Или нет Он звучит так Вопрос В эфир Народного Славянского Радио Хиневичу Александру Юрьевичу Во-первых Хочу выразить Огромную благодарность За возможность Взглянуть На все происходящее С этой стороны И простоту Донесения До читателя Глубинных знаний Вопрос Как в разных мирах Люди И другие Представители Разумных Справлялись С гравитацией Планет Выходя На поверхность Этих планет Какие средства Для стабилизации Давления Они применяли Какое летоисчисление Они применяли Для своих планет Благодарю Да На каждой планете Своё летоисчисление Ведь каждая планета Вращается Вокруг Своего светила И там Если живут Разумные Значит у них Свой календарь Они не пользуются Нашим календарем Я имею ввиду Современным Вот земным Поэтому Вот как многие Говорят А если жить В системе Сириус Возможно Есть Но там Никто По это Исчислению Земному Не живёт Некоторые Говорят Вот получено Послание От инопланетян И они Вот как раньше Писали Сказали В 2012 В 2012 Году Будет Конец Света Мне интересно А что Инопланетяне Тоже По Календарю От Рождества Христова Живут Нет конечно Поэтому Там Свои Везде Календари Потому что Период Обращения Планет У всех Раз Значит Календари Разные Смена Каких-то Климатических Условий Тоже Своя А где-то Нет Чисто Круговая Орбита А Гравитация Но Гравитация Многие Изменяют Те же Он Говорит Йоги Левитирующие Они же Изменяют Гравитацию То есть Разные Способы Есть Поэтому В эфире Зацикливаться Только На Обнесении Вопросов Гравитация Я думаю Это Несерьезно Ты знаешь Мне хочется Наверное Еще Такое Тоже Внести А вот Представьте Вы едете Какое-нибудь Племя Куда-нибудь Тумба Юмба И там У них Свое Летоисчисление Свое Даже Временное Ичисление А у вас На руках Например Часы Где Есть Календарик Тот По которому Вы привыкли Жить И Естественно Циферблат По которому Привыкли Жить И Что там Происходит Времени Прошло По вашему Сколько Какой Сейчас Год По вашему Какой Месяц По вашему День Недели И так далее Все это здорово Отлично Но С местными Будете Общаться На каком Языке По какому Календарю То же самое И там Естественно Что сохраняется Где-нибудь Отсчет Который Более Привычен В том Месте Откуда Вы прилетели Откуда Прибыли На другую Землю Но Так или иначе Вам придется Подстроиться Под условия Которые Там Существуют Так что Мне кажется Здесь очень логично Можно добавить Вот Европейские Страны Америка Они живут По календарю От Рождества Христова А те же Исламские Государства Они же живут По календарю Хижеры У них там 1400 Какой-то год До сих пор Идет Или взять Тех же Евреев Израиля У них там 5700 Какой-то год Или Индия Там В одной деревне Может быть 2800 Год А буквально В 50 Километрах В соседней Деревне И там 9000 Год Идти Поэтому Календарей Это множество Даже На нашей Земле Если Официально По-моему В Индии Больше 100 календарей Только Официальных Ну вот Об этом Я хотел Сказать Надо Все Понимать Не Просто Уперто Дословно Или так Или так А понимать Что разнообразие Она всегда Подразумевает Какие-то Другие Возможности Какие-то Другие Взгляды Какие-то Комбинации И так далее Человек Подстраивается Под жизнь Как Ученый Говорил Человек Это такая Зараза Которая Всегда Подстроится И выживет Следующий Вопрос Света Гор А когда Выйдет Печать Третья Часть Еще Вторая Не вышла А третья Ну Третья Пишется Первая Половина Книги Уже Ушла В издательство Ну Чтобы Корректор И прочее Там Все Проверяли Но Она Пишется Сейчас Пишется 17 Глава Вот Вчера Начал Ее Пишать Потому Что До Этого После Выкладки 16 Надо Было С издательством Вопросы Там Повершать А Сейчас Уже Началась 17 Писаться Глава То Есть Меня Просто Издательство Вопросило Чтобы Книги Не Получались Такими Массивными Потому Что Они Под Килограмм А Рассылают Они Бандерольками А Бандерольки У нас До Одного Килограмма Все Что Свыше Это Надо Отправлять Посылками Что Издательство Не Очень Удобно Ну Пошел Навстречу Поэтому Третья Книга Будет По Сюжету Более Развернута Но По Объему Чуть Меньше Ну Где-то Может быть В районе Первой Книги Вот Такого Объема Ну То есть Лучше По чуть-чуть Но Побольше Нежели Чем Побольше Но Чтобы Это Было Доступно Людям Лучше 40 раз По разу Так Дальше Следующий вопрос Ингварь Задает Планируется Либо Продажа Книг В электронном Виде А то Бумажные Книги Замечательны Но В электронном Виде Проще Использует Именно Та версия Которая В печатном Виде То есть Вопрос Будет ли Электронная Версия Полностью Как уже В типографии Вышла В бумажном Виде Только В электронном Вот этого Я Не знаю Это Если Издательство Надумает Так Делать Потому Что У меня Договор Что Любые Версии Это Выпускает Издательство То есть Я Насчет Электронных Ну вот Бесплатно Вот черновики Можно скачать И читать В электронном Виде Это Бесплатно А продавать Я не знаю Будет Или нет Поэтому Тут Ничего Сказать Не могу Ну Обычно Если Вот так Логично Следовать Необходимо Сначала Окупить Стоимость Издания То есть Продать Какое-то Количество Напечатанной Литературы А потом Уже Можно Например Как-то Думать О том Чтобы Распространять Уже Электронный Вид Окончательный Вариант Поэтому Мне кажется Это Просто Со Временем Появится Многие Просто Привыкли Уже К Электронным Книжкам Их Читать Им Удобно Ну Пальцем Пролистнул Страницу И все А Многим Наоборот Больше Нравится Печатное Издание В руки Взять То есть Классика Да Потому что Электронная Ну там Уронил Планшет Да Или Электронную Книжку Да Там Раскоротнуло И все Пропало А печатная Она так и осталась В печатном виде Уронили Книжку На пол Да Вот здесь Пишет Ингварь Можно вынести Описание Трапезы В отдельной Книге Тогда и Объем Будет Поменьше А то Да Тут у нас Как-то Нет Многие Да Что Очень много Про еду Про кулинарию Говорят Слюни текут Потом Вечерами Холодильники Пустошаем Да Но при этом Многие Не задумываются Над тем Что В старые Времена Да Когда люди Приходили Они вместе С одного Котелка Или с одного Стола Поели Они Не враждовали Поэтому И у нас Поговорка Вместе С одного Котелка Кашу Ели То есть Как намек Что Какой смысл Враждовать Ты знаешь Я Встречался С людьми Которые В моем доме И ели И пили И спали И за столом сидели Вопрос решали А потом просто делали Очень свинячие поступки Нет Я тебя понимаю Но я Не говорю О том Что Как сейчас Безобразно Я говорю О том Как было Раньше Когда Вот Этой Пакости Не было А вообще Эта пакость Вот это Извращение Отношения К друзьям С которым Ты хлебал Из-за Котелка Грубо говоря Одной шинелькой Накрывался Она Как же Вроде Несвойственна Нам она была Это что Привнесение Да это Да это Все Западное Воспитание Привнесенное Ведь смотри Раньше же Всегда Отец Воспитывал Детей И воспитывал В нужном Ключе В правильном Ключе А сейчас У нас Не пойми Кто Воспитывает Родители Заняты Добыванием Хлеба Насущного Детенка Отдает Садик А там Кто Воспитывает Там Воспитывает Вопускник Вуза Который Обучался По западной Программе Вот и все Потом Школа То же самое Поэтому Чего Удивляться То есть Не наше Как говорится Воспитание Одно Ну да Так вот Игбарий Здесь Уточняет Да я не против Чтобы были Эти Описания Главное Чтобы еще И рецепты Описывались Чая и еды А то так вот Вкусно все Описывается А как самому Сделать Непонятно Получается Замануха Какой вкусный Чай А из чего Непонятно Вот это Вот это Игбарий Написал Как комментарий К самому Что непонятно Ну если Интересно Берет Листы Черной Смородины Сейчас Вот 17 марта На Ротебора Странника Веточки Черной Смородины Мы дома Ставили В воду Сейчас Начинают Листики Распускаться Почки Набухли Все Может Вот Листь Черной Смородины Заваривать И пить Как чай Ты хитрый Оказывается Ты наберешь Там где-то Зимой Когда еще Морозится И они тебя Уже Дома Листики Распускают И уже Чаек Можешь гонять А другие Светы думают Эх Хорошо бы Смородиновый Чай Так вот Учитесь Александра Юрьевича Вот комментарий Виктор написал Уже есть В комментариях книги На сайте Самоиздата Некоторые обвинения В пропаганде Кое-чего Кое-над кем То есть Не проношу Есть некоторые слова Так что И появляется уже И в сторону Кивки Ну Есть уже В Самоиздате В некоторых комментариях Что появляются Обвинения В кое-чем В пропаганде Кое-чего Превосходство Над кое-чем Ой Да это Претенуто Там нету Ничего Такого Это все Придумано Ну это понятно Понятно Так ладно Не затягиваем Читаем вопросы Так Константин По-английски Написан Не знаю Как правильно читать Ребят Выражайтесь по-русски Пожалуйста Велика Цурини Ну я говорю Я по-иностранному Не умею читать Эти буквы У нее сливаются А вот по-русски Уже более-менее Читать умею Дочитала вторую книгу И мне вот Непонятно Зачем Тогда Семью Создавал По идее Он должен был Учесть Ошибки Прошлого Ведь наверняка В советском Прошлом Вкалывал На работе Как проклятый И с семьей Почти не общался Неужели Годы одиночества Не научили его Оценить то Что имеешь Наступает На те же грабли Наверное Ну это мне понятно Это Все продолжение Видишь Дочитали вторую книгу Это все касалось 27 Главы То есть Главный герой У нас кто Полковник В отставке То есть Военнослужащий Который Находился И как В книге Описывается И В В советские Времена И на Ближнем Востоке Побывал С представительствами И в других Горячих Точках То есть Семья Была Но Это же была Офицерская Семья И они Всегда ждали Когда папа Вернется Домой И муж А В 27 В 27 Главе Там Для многих Непонятно Отношение С Тещей В черновике Отношение Между Тещей И Главным героем Так вот В печатном Издании Я же не зря Сказал Что 27 Глава В 2,5 раза Там Более подробно Написано И многие Вот эти Недопонимания Они сняты Учитатели Понятно Я наших Радиослушателей Хочу спросить Наша беседа Подразумевает Вообще Вещание Что мы Каждые полчаса Ставим музыку Но поскольку У нас вольная Беседа Довольно Все идет Интересно Спрашиваю вас Музыку ставить Или так Без музыки будем Вот пожалуйста В чате Ответьте А то у нас Как подходит Уже Даже проходит А пока Вы отвечаете Читаем дальше Светогор Мне видится Что мало Кто из Сегодняшних Слушателей Прочел Вторую часть В черновике Все ожидают Чистовик Может Александр Юрьевич Рассказать Немного О второй части И может Даже заглянуть В будущее О третьей части Вопросики Появятся Ну как я уже Сказал Во второй части Там Продолжение Первой В первой Если они Главные герои Прибыли На Реул Там Прекратили Войну То есть Закончили Войну Между кланов После чего Отправились На землю Назад Но чтобы Попасть В наш Запретный Мир Им Надо было Попасть В прошлое Потому что Неизвестно Где и В какие Времена Они попали Ну и Если так Кратко Они попали Сначала В очень Далекое Прошлое Где Им Попалось Время Когда на землю Прибыло Нибиру Что там Произошло Я рассказывать Не буду Но То что там Произошло Повлияло На то Что Нибиру В 2012 Году Не появилось На небе Нашей земли В общем Ты все испортил Нехороший человек Все ждали 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 Операции Я ничего Не портил Я высказал Одну из Точек зрения Почему Нибиру Не появилось В 2012 С точки зрения Фантаста Да С точки зрения Фантаста Понятно Вот реакция Ставить Не ставить музыку Без Без Можно и без музыки Не знаю Нет Не надо Можно и без Музыку потом Поставь побольше Нет Нет Очень интересно Никак перебивать Не хочется Да Без музыки И тут Виталий Можно поставить Музыку Ну что ж Мы покажем Третья часть Третья часть Это уже Идет Описание Путешествия Будем говорить Перемещение По вселенной Главного героя То есть Ну сначала Не по вселенной А по галактике По нашей По вечному пути По разным Звездным систем Ну если вот так Уже пишут Класс Не могу дождаться Этой книги Давай Давай Быстрее Да Ну что ж Читаем дальше Вопросы Которые приходят Из чата Народнославянского радио Так Это мы Разъяснили Виталий Вопрос в эфир Почему Тогда Этих богов С неба Приходивших Убивали И делали На основе Учения Религия Философский вопрос Ну не всех Убивали Кто-то успевал Сбежать Да Нет Нет Есть же Как говорится Боги Которые приходили На землю Давали Знания Там Семена Каких-то Растений А потом Они что Убывали К себе На родину То есть Они пришли Помогли И ушли Но были Те Кто Пытался Использовать Живущих На земле Ну Своих Коротных Целей То есть Ведь Все легенды Все предания Народов мира Я не говорю Сейчас только О славянских Да Или арийских Преданиях А абсолютно Всех народов мира Говорят о том Что Прибывающие С небес Их интересовали Что Золото Драгоценные Камни И недра И это Все Добывалось Заставляли Там В рабство Местное Население И все Это Выгребалось Доходило До того Что Восстание Рабов И Вот тогда Убивали Вот и все Вы посмотрите На всю Нашу планету Она же Изрыта Вся Сейчас Выграсывают Из-за Из-за чего Может Наступить Одни Кричат Похолодание Другие Как говорится Всеобщее Потепление Которое Льдой Растопит Нас Затопит Но все мы учили в школе, почему-то об этом все забывают. И у нас был такой хороший предмет – природоведение, в котором говорилось, что лёгкие наши планеты – это деревья, это лица. Они поглощают углекислоту и вырабатывают кислород. Поэтому раньше, когда лесов было очень много, уровень кислорода был другой. Поэтому и многие предания говорят, что люди там жили тысячами лет. То есть не 20-30 лет, как нам учебники истории твердят, а сотнями и тысячами лет жить. Но только в русском языке осталось слово «воздухоплавание». То есть плотность воздуха была такая, что в нём можно было плавать, а не разрежённость. А разрежённость – это чего? Потому что леса вырубают. А то, что предания говорят, что боги давали оружие богов тем, кто жили на земле, и начинались войны, те же ядерные на земле. Ну, пример Махеджадара все знают, да? Учёные, которые изучали пустыню Сахара, там раньше были леса. Сейчас там пустыни и находят впёкшийся в шарики песок, который мог был только при ядерном взрыве. Пустыня Каракум – то же самое, пустыня Гоби – то же самое. Это места нанесения в прошлом ядерных ударов. Те же веды говорили, что огненные грибы, несущие поднимутся над Медгард землёй. Многие воспринимают, что это как бы предупреждение о Хиросиме и Нагасаке. Не обязательно. В древности уже. Откуда вот все говорят, что после взрывов наступит ядерная зима? Откуда эти знания? А из глубокого прошлого, потому что это уже не один раз было на земле. Вот и всё. Но вывоз и добыча ископаемых продолжается до сих пор. Стоит вопрос. А как всем избежать очередного вот такого кошачьего клизма? Да, наверное, проще. Япония же ничего не добывает, к примеру. На своей территории. Но живёт. То есть, есть альтернативные источники энергии. На моей памяти уже лет 40 про них все уж прожжали. Но почему-то ничего это не разрабатывается дальше. А ведь, заметьте, если не качать из недр ни нефть, ни газ, ни металлы драгоценные, редкоземельные, а пользоваться этими источниками безопасными, геологическими, можно же развиваться. Но кому-то нужно под тем, что вот мы ездим на машинах, нужна нефть, да? Электростанциям нужен газ. Под этим видом выкачивать недра, да? Хотя столько добывается нефти и газа, что всё человечество не может столько переработать, даже потребить. Вот и всё. Весь ответ. Он на поверхности лежит перед всеми. Просто никто не хочет смотреть на это. Понятно. Вопрос от Вудимон-87. Прошу в вопросе указывать всё-таки своё русское имя. Интрига с блокировкой памяти УГГ будет раскрыта только в черновике? Ну, почему? Вернее, я прошу, в чистовике, прошу проявления. Будет раскрыта только в чистовике? Нет. Интрига, я планирую, что с памятью будет раскрыта в четвёртой книге. Понятно. А сейчас пускай думают. Вот там они, вот, постоянно те, кто читает на самоздате, вот опять интрига, опять интрига, опять интрига. Ну, в каждой главе должна быть своя интрижка, да? Чтобы она заинтересовывала читателя и вызывала у него желание читать дальше. Поэтому интрига на интригу. Интрига. Нет, это не я. Эта книга так должна завораживать. А ты так мягкий и пушистый, да? То есть, как-то она пишется сама собой, а я сижу в сторонке, за пёрышком, наблюдаю, как она скрипит, да? Нравится, как скрипит она. Просто вот наблюдаю. Нет, она не пёрышком, она одной рукой на клавиатуре набирается. Да, как-то рука сама собой набирается, а я просто смотрю в экран и наслаждаюсь, да? Ну, ладно, понятно. Дальше следующий вопрос. Вячеслав задает вопрос. Вы Стасу присвоили параметр 99.99% соответствия неизвестным древним. Смотрим 12 главу первой книги. Причём этот параметр был присвоен только ему. Все остальные лишены его. Автоматом вы подняли Стаса на уровень богов. Да что за бред-то? А кто определяет уровень богов? Вячеслав, что ли? Нет, ну здесь написано 99.99%. Нет, нет. Соответствие неизвестным древним. Там же не сказано соответствие богам. То есть древний вид разумных, которые вот для тех, кто проводил исследования, да? Они их назвали неизвестными древними. То есть они жили до них. Причём тут боги. Ну, я думаю, что здесь понятно, что имелось в виду, когда Вячеслав задал вопрос. Нет, боги в понятии любого простого человека, да? Это многомерные существа. Правильно? Не согласен. Не всегда так воспринимают люди. Это может быть у тех, кто интересуется древностью, может быть. Но не все так воспринимают. Нет, ну, у многих, ну, возьмём верующих людей. Для них бог – это непознаваемая сущность. А непознаваемая… Почему? Потому что его описание находится за грани восприятия. Поэтому в том же исламе, да, там даже изображения Аллаха нет. Я уже не говорю про Мухаммеда. То есть неизвестно параметры. А здесь-то по известным параметрам. То есть отнесли к неизвестным древним. Почему вот Вячеслав этот параметр, что это параметры богов, вот это мне непонятно. Ну, я когда-то говорил, я так молился, что я, кажется, понимаю, почему это происходит. Дело в том, что те технологии, которые описываются в книге, и те технологии, которые до этого кто-то мог прочесть в ведах, как и те, которые запрещены, так и которые ещё не запрещены, там, в общем-то, явно даётся понятие простое, что те технологии, которые были в древности, технологии богов, до них современный человек ещё не дорос. И, может быть, и не дорастёт. Поэтому вполне возможно, что те, кто этими технологиями владели, и были боги. А раз мы говорим о древних, у кого такие технологии были, следовательно, они и были богами. Вот. Не обязательно. Тот же Баальбек на Ближнем Востоке. Ведь все легенды говорят, что там люди тоже принимали участие в строительстве. Люди тоже принимали участие в строительстве. Но многие фундаменты, там, блоки лежат по 700, по 1000 тонн. Которые современная техника, да, не может поднять. А швы даже не могут там купюру просунуть между этими блоками. Но это люди делали. Люди, которые жили в древности. А современный уровень развития нашей, как сейчас говорят, цивилизации, он хоть и высок, но он всё равно ниже того уровня, когда строился тот же Баальбек или те же пирамиды или те же храмы по всему, но древние. В древней Индии, в древней Мексике или Перу. Сейчас таких технологий нет, их забыли. Но это не значит, что это кто-то пришёл и что-то сделал. Да люди это делали. Только у них совершенно другой уровень был. Конечно, очень удобно это списать всё на инопланетян, либо на прилетевших богов, которые тут пришли, наследили и улетели. Не так хорошо наследили, что до сих пор не можем разобраться, что же это такое. Дальше, Вячеслав. Дальше, Вячеслав, я вопрос задам ещё. Вячеслав, я назывался критиком, а не писателем. А коль автор решил писать серию «Путь к истокам», «То и пусть описывает ведического мужа, а не ту истеричку, которая только и делает, что паразитирует на древних знаниях, да грабит на базах всё, что плохо лежит». О как! Какого ведического мужа? Вопрос не ко мне, вопрос к Виталию должен быть. Причём тут «Путь к истокам» и какой-то ведический муж. Вячеслав виноват, Вячеслав, не Виталий Вячеслав. Нет, нет, я и объясняю. Там никаких истерик нет. Если возмущение человека, когда он говорит правду, а ему не верят на слово Вячеслав, воспринимает как истерику, ну я бы тоже возмутился, если я говорю правду, да, а мне никто не верит. Ну доказывать таким людям, это всё равно, что объясняет слепым, что светит солнце и шумит сосноубор. после дождя, где на каждом листике переливаются эти капельки от дождя. Понятно, но про солнце-то ещё можно почувствовать. Про Луну, когда ты скажешь, это будет ещё сложнее. Солнце-то хотя бы греет иногда, а Луна вот не греет. Попробуй слепому про Луну что-то рассказать. Или про дальнюю какую-то звезду или созвездие. Во-первых, он вот здесь паразитирует на древние знания. Древние знания, древние знания, вот дай любому человеку. Если он их не понимает, он их и не поймёт. А главный герой, получая древние знания, он не только их понимает, он и разбирается в них. То есть он вспоминает. Там же сказано, что у него заблокирована память. И он вспоминает древние знания, которые он уже когда-то знал. Ну вот это из того же. Каждый видит то, что хочет. То есть это нормально. Кто-то видит положительное, кто-то выискивает только отрицательное. Вот он пример. Вот пишут. Без пауз, конечно, хорошо. Но как же чайку налить? Тут сразу включи музыкальную паузу. Ребят, когда вас приспичат не налить, а обратный процесс, тогда включу. Да, продолжай. Тем более у меня чай налит. Ну, продолжай, продолжай. Я перебил просто, чтобы... Вот. Вопрос в эфир от Виталия. Из какого вы родом? Он может многим людям уже... Поясните этот момент. Мы же обсуждаем книгу. Сколько... Во-первых, мы этот вопрос уже много раз обсуждали. Да. Мы обсуждаем книгу, а не мой род. Мой род, это касается то, что меня. А то, что описано в книге, оно касается тех, кому это интересно. Поэтому я никогда ничего о себе в интернете не писал и не выкладывал. Все, что обо мне там в той же Википедии написано, это написано людьми, которые обо мне ничего не знают. Просто надергали информацию с разных сторон и поместили. Но там ничего общего нет. Мне это напоминает, по-моему, 2006 год, перед выбором. Было такое российское общенародное движение, называлось РОД. Так они раздавали эти, листовки, флайерсы. И там было написано, что я пять лет прожил в США, где меня обучали и воспитывали куклу-пусклановцы, а потом, вернувшись в Россию, я создал нацистско-фашистскую секту тоталитарного типа. Хотя я эти пять лет пробыл за полярным кругом в Салихарде, работая в управлении культурой Ямало-Ненецкого округа столкому. Но люди читают то, что написано вот в той листовке и копируют ее в интернете. А то, что я работал на севере, это нигде не указывается. Вот и все. Поэтому опровергать всякие бредни, которые обо мне пишутся в интернете, да у меня на это времени просто, а в жизни не хватит. Ну, кому-то интересно, пускай пишут. Кто хочет в это верить, пускай верят. Я же знаю, что правда, а что неправда. Поэтому я к этому отношусь совершенно спокойно. Можно переходить к следующему. Ну да, да. Разочаровал ты многих. Тут думали, так все романтично. Съездил в Америку, пообщался с интересными людьми, нахватался всего. А ты прозаично на севере, оказывается. Какой-то ты неинтересный все-таки. Вот, оказывается. Всю интригу разломал, всю интригу. Нет, а ты понимаешь, а вот там, на севере, допустим, мне интересно было. Понимаешь, вот только там, в Салехарде, я первый раз в жизни увидел деревянные тротуары. Первый раз увидел, когда в морозы подогревали машины, да, удлинители спускались с порточек второго этажа в машины, которые подогревали, чтобы машина за ночь не замерзла в мороз. Понимаешь, и люди помогали друг другу, то есть доброе отношение было у людей. Такое редко где встретишь. Понимаешь, поэтому у меня о тех годах пребывания в Салехарде, да, а я ездил оттуда, и Уренгой, Новую Уренгой, Лабытнанги, Надым, другие города. У меня только прекрасные воспоминания. Поэтому мне всегда приятно вспоминать о тех людях, с которыми я там встречался. И не важно, были это простые, как говорится, работники каких-то служб, те же, допустим, повара, официанты в столовых, ресторанах, да, музыканты, или там работники управления культуры, или ВДКНС, то есть окружного дома культуров народа Севера. Сейчас вам, правда, говорят по-другому называют, но дело-то не в том, а в том, что там везде работали приятные в общине люди, о которых я вспоминаю только положительно, обо всех, с кем я встречался. Ты знаешь, многие это замечают, что чем севернее, тем люди теплее. Здесь вот когда ты встал, вот я про зачатцы смотрю, Ингвар пишет, сразу возникает вопрос, сколько негров на счету? То есть реагируют очень открыто ребята. И та же, хватит всяким дурним объяснять, кто ты и зачем живешь, мало ли засланных казачков, как моськи тявкают всякую гадость, не стоит на это тратить свое время и энергию. А я же не трачу, понимаешь? Я просто объясняю, что кому-то очень не хочется, что люди хотя бы прикоснулись к тому, что было раньше, ведь их заставляют верить тому, что дает официальная история, да? А я пока учился в нашей родной советской школе, при мне шесть раз менялась программа. Шесть раз менялась программа. Поэтому чего удивляться? Знаешь, те, кто вот даже более старшего поколения, которые уже вот учились в школе после войны, да, они уже, может, даже не помнят ту пионерскую речевку, которая была в учебниках. Сегодня праздник в нашей школе, ликует пионерия. Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлович Берия. А вот этот учебник без корочек я нашел на КРЗ, на картонно-рубероидном заводе, куда мы бегали, со школы, да? То есть я там искал старые книжки, а мои друзья там, значки, ну, на старых шинелях, этих гимнастерках. Кому-то пуговицы. То есть это все шло в переработку, да? А я там находил очень много старых книг. Я даже помню, Мацири книжку нашел Лермонтова 1941 года издания. И, главное, там Цири был более полный, чем то, что нам давали на уроках литературы. Вот и пожалуйста. Да. Здесь пишут, и говорят, а мне сразу вспоминается книга «Два капитана». Как там были описаны север романтика. А мне, знаешь, ты стал говорить там эти стишки. Мне вспоминается стишок из детства, советского детства, такого-то. «Э, Гагарин, ты могуч, ты летаешь выше туч, полетишь на орбиту, захвати с собой Никиту». Он умел с этого Хрущева. И по просьбе всего Люда, его оттуда. Это его оттуда. Да, да, да. Ну, ладно, вот так вот вспомнил. Ну, а были же и другие, из тех же учебников, да? Чтобы мы спокойно жили, не страдали от врагов, нас надежно защищает, верно, Сталинец Ежов. И в скобочках Николай Иванович. Ну, да, это много, в общем, было чего интересного. Ну, ладно, люди были теплее, да. И многие казались на севере, и там потеплели, да. Кто, конечно, остался жив. Ну, давай сейчас все-таки вернемся к книге, к вопросам по книге. Ратислав, в эфире «Народославского радио» ты говорил про то, что ранее у тебя были произведения на тему фантастики. Где можно ознакомиться с данными произведениями? Ну, мне кажется, в первой части нашей беседы, вернее, не сегодняшней, а в первом эфире по книге, ты сказал, почему с некоторыми невозможно ознакомиться. Потому что они были в региональных журналах. У меня их не осталось. То есть они вот были еще, ну, сохранялись. Я их тогда привел даже в библиотеку, в храм. А потом это все сгорело. А насколько я знаю, раньше-то интернета не было, поэтому старые журналы никто. Из издателей, я имею в виду, советских, те же «Звезда Сибири» или «Звезда Востока», никто их не выкладывал. Ну, понятно. Так, дальше. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Книги вы рассказали, как прибыли на Медгард-переселенцы с земли Арея. Планируете ли вы рассказывать в одной из книг, куда были перенесена земля Деи? Ну, есть такое в планах. Есть такое в планах. Понятно. Ждем-с. Ждем-с. Так, опять нерусское название. Пишет. Почему? Сургут. Я не знаю. Я теряюсь уностранных букв. Нет, но тут такое ощущение латинскими написано русское. Сургут. Ну, пускай. Ладно. Сургут, хорошо. Согласен. Сургут. Смотрел передачу, где у космонавтов брали интервью, в котором они говорили, что в космосе они могли внезапно попасть в состояние сна, в котором они были сознанием перемещались то в тело динозавра или какого-то другого неизвестного животного. возникновение этих эффектов связывали с попаданием в аномальные зоны. Не могу есть вопрос? Нет, я понял этот вопрос. Нет, здесь маленько другое. В древних славянских преданиях всегда говорилось, что когда душа человека прибывает на землю, ну, чтобы воплотиться в земную жизнь, ему, чтобы он адаптировался, вкладывается знание о жизни других живых существ. Конечно, не только на земле, а вообще во вселенной, потому что вдруг придется столкнуться. И вот когда космонавты летают, да, излучение, идущее от Солнца, оно снимает некоторые блокировки с участков памяти, и они открываются у космонавтов, и он видит все вот глазами динозавра, да. Но это знания, которые заложены в нем при рождении. А человек – такое существо, которое привык любые знания, которые в нем воспринимать, как свои собственные. Отсюда и у тех, кто вот изучает реинкарнацию. Вот я в прошлой жизни там был индейцем, там египтянином, жрецом или еще кем-то. Да не они были, а знания о жизни. Индейцы, там египтянина, там жреца заложены в память этого человека при рождении. Вот и все. Кстати, я прочитал только вступление, вопрос и сам был дальше. Вы можете объяснить, что происходило с космонавтами, и возможно ли что-то подобное в вашем рассказе? Вот давай, ты объяснил, а теперь в твоем рассказе, в твоих книгах что-то возможное и будет? Ну, посмотрим. Я даже честно не знаю, что будет дальше. Я говорю, вот идет поток, я его записываю. Не идет, я не пишу. Потом раз опять пошел, я опять пишу дальше. Хорошо, читательница. При перемещениях во времени можно находиться одновременно в одном и том же времени, но в разных точках пространства. И для обычных людей или без осознания факта существования двойника. Вопрос это или утверждение, я не понял? Нет, понятие время, оно различно. То есть есть, все знают такое понятие река времени, да? Но у берега, течение реки одно, на Парватере, где Бастрина, там совершенно другое. Но помимо этого еще есть слои времени, то есть чем глубже, тем другой слой времени. Но оказываясь в разных слоях времени, можно, как говорится, побывать в разных мирах. То есть, ну у нас же не одна река времени, этих рек множество. И у каждых есть и водовороты времени, и пороги времени. А в преданиях еще есть такое описание, как горение времени. То есть, время может не только течь, но и гореть. Ну, можно время сравнить в таком случае с бензином. Бензин может течь, может гореть. То есть, время, современная наука еще не может описать. Но очень много описаний в древних сказаниях и преданиях, легендах, которые существуют на земле у разных народов. Извините. Извинюарь пишет странно, откуда вопросы берутся. Я их здесь не видел. Это Василий Васильевич откуда-то их достает и сюда сбрасывает. Я даже не понимаю, откуда он их берет, честно говоря. Но раз вопросы есть от Василия Васильевича, они попадают к нам, то я их зачитываю. Так, дальше. Дальше, дальше. У Асей. Вопросы для Хиневича по существу хотелось бы. Насколько мне известно, разумность, в кавычках, определяется возможностью гипофиза задерживать нейтринный поток, что отчасти и есть инглия. И максимальная способность, по крайней мере, в это время и на этой планете существует у человеков. К тех же кошачьих, коих в Джаре упоминается несколько видов, гипофиз тоже способен задерживать нейтринный поток. Потому маленько понятно, почему они отнесены к «разумным» в кавычках. Но вот что действительно осталось непонятным. С какого перепуга к разумным видам отнесены пауки? Если автор не затруднит осветить этот вопрос, а то их будет еще несколько. – Да, здесь все очень просто. Человек воспринимает все с точки зрения материализма. Что материя – это основа всего. Поэтому и он думает, что гипофиз – нейтринный поток, и это касается разумности. А как же, извините, не физическое явление. Многие шаровые молнии также разумные, но там нету гипофиза. А вот с точки зрения юджизма – основа всего энергия, а материя – это всего лишь плотно концентрированная энергия. Поэтому разум, он не умирает вместе с телом, он и продолжает существовать вне тела. Поэтому, когда многие спят, то есть организм подзаряжается и восстанавливается, их душа и разум гуляют по вселенной. Но там же нет никакого гипофиза. И они все равно получают энергию. Мне интересно, кто вообще распускает слухи, что все живые существа, которые есть на нашей Земле, вот только люди разумные и все. У пауков свой разум, у гусениц свой. Или кто-то говорит, вот собаки видят только черно-белом спектре. Это кто собаки рассказали, что они видят только черно-белом? Это просто ученые так сказали, что собаки не различают цветов. Но это неправильно, потому что они не были в теле собаки и не знают, как она видит. Они могут только догадываться, рассказывать предположения. То же самое и про пауку. Если есть интересно, вот очень много, даже ученых, которые наблюдают именно за пауками. Тот же телеканал, как он, национальная география. Он показывает и про пауков, что они по-своему разумны. Они плетут ту же паутину, где придется, а именно там, где им это удобно. Где они получат больше пищи, тех же мушек. То есть они тоже по-своему разумны. Он на хомячках, там на крысах стоят опыты, да? И вживляют электроды. Стоит, как говорится, одну мышку научить, эти знания тут же передаются всем остальным, даже потомству, без электродов. Если они неразумны, то как они передают? Поэтому, когда вам говорят, что вот это разумное, это неразумное, что это наука, и наука вообще ничего не доказывает. Наука это лишь домыслы и предположения. Вот собралась куча ученых и договорились, будем считать, что это так. Но еще 200-300 лет назад многие считали, что Земля плоская, что можно дойти до края Земли, да, и упасть с него. А те, кто не верил, что Земля плоская, или что Земля не является центром Вселенной, тех отправляли на костер. Вот и все. Вот, кстати, вопрос такой. Ты упомянул слово такое интересное, юджизм. Оно употребляется в книгах? В первой, второй книге или в третьей? Нет. Нет. Если оно не употребляется, то будет ли оно понятно тем, кто слушает нас? Это первое. Второе. Как ты ослушал некие уроки, которые нельзя называть в эфире, да, по определенным причинам, то там говорится, что я вам всем рекомендую забыть о том, что Земля круглая, и вот и так далее. Нет, я говорил о том, что современная наука дает. Не про то, что я говорю, а что как это официальная наука преподносит. Сейчас все говорят, что мы единственный разумный вид во Вселенной. Это официальная наука. Но мы не единственные разумные не только в этой Вселенной, а во всех Вселенных. Разумных видов бесконечное множество. Даже древние предания говорят, что по социальному статусу, развитию на Земле, вот именно на нашей Земле, как говорится, по общественной самоорганизации, на первом месте дельфины, на втором месте кошачьи, и только на третьем люди. Знаешь, дельфины могут жить и в стаях, и отдельно. Кошки могут жить в стаями, и могут жить отдельно. И только человек может жить, грубо говоря, только в стае, только в обществе. Что когда он начинает жить один, он начинает деградировать. Потому что ему необходимо общение с себе подобное. Даже Робинзон Крузо и то нашел себе Пятницу Спутника. Ясно, ясно. Ну что ж, давай дальше по вопросам. Стархан. Автору спасибо большое. Я пока еще в процессе чтения, но мне очень нравится. Надеюсь, что автор не бросит и будет писать продолжение. Надеюсь на появление Джаре. Три, четыре, пять и так далее. Писать есть о чем. Вселенная большая. Вот тут я прав. Тут прав человек. Вселенная большая писать можно. И не обязательно вот только Джаре. Можно же, допустим, описать жизнь, но кого-то из окружения главного героя книги Джаре. Или там вот встречаются какие-то разумные живые существа, описать их жизнь отдельной книгой. То есть возможностей множество. Ну, так или иначе, еще не дочитал. Так, большая есть. Еще не дали по ушам аграфам и не выяснили ничего о внешниках. Правда, я пока не дочитал. И как дела о сполитоми. С политами. Со сполотами. Со сполотами. Да. Сполотами – это разумные кошачьи. А, понял. Все. Благодарю. Что будет с ними? Как будут развиваться события, когда появятся дети героев? Прошу автора «Не бросай, пиши». Да, я не бросаю и пишу. То есть дальше будет. Ну, а сейчас в третьей книге уже идет подготовка к контакту главного героя с аграфами. В каком это виде будет? Ну, вот допишем, скажу. То есть люди прочитают и будет ясно. А по сполотам, ну, надо еще с этими сколько уже там у нас набралось возможностей то есть их раскрывать. То есть там хватает писания. Понятно. Василий Васильевич, ты хотя бы напиши, откуда черпаешь вопросы-то. Может, я там какой-то свой потайной есть ход людям бы рассказал. Так, дальше вопрос из чата от Грифа. Калавра, скажи, планируется ли закладывание информации из древних книг тех, что должны были войти в новой книге САВ, но в силу определенных причин видимо не войдут в приложение или в продолжение Джарре. Я думаю, что многие ждут, пусть это было бы скрыто, спрятано и даже было бы интереснее искать. информация есть извед там дальше. Она есть. Помаленечку, но выкладывается. Вот Василий Васильевич как это написал, халтурю я на стороне. Ясно, ясно. Как это? В анекдот-то, когда домой приходит палач, у него в мешке что-то там ворочится. Папа, что-то принес. Халтурку на дом взял. Вот Василий Васильевич у нас также сегодня. Так, Виталий, вопрос эфир. Когда главный герой хочет войти в контакт, то в каком смысле упоминается слово контакт? О, как тут все оказывается. Да, ну в каком же смысле? Прямом. Ты знаешь, Виталий может подумать в прямом что угодно. Ты конкретно пальцем покажи. Встретятся, поговорят. Понятно. Посидят и обсудят кулинарный рецепт. Это ясно. Дальше. Лесник прочитал четвертую главу и вот какой момент меня смутил. Пребывая в мире тьмы, главный герой общается с представителем разумных, существовавших до появления света. Это что получается? Нашу вселенную никто не создавал и она всегда была? То есть никакого Бога-творца никогда не существовало? Это как, понимаешь, а что, Деда Мороза нет? Ну вот, давай попробуем ответить. Я уже много лет говорю, что вселенная существовала не только наша, а все вселенные. Их никто не существовал, они всегда существовали. То есть появление в нашей вселенной Инглии дала возможность появиться новой форме жизни. Но до этого была и старая форма жизни. Поэтому никаких там взрывов из ничего не было. Ну, нас любят теория большого взрыва. то есть была какая-то микроскопическая точка, а потом она взорвалась и расширилась. Я всегда сторонником теории взрыва говорю, как вы думаете, если взорвать соц. строительный завод, лайнер океанский получится, нет? Ну, говорят, а это случайно. Я говорю, ну, хорошо, представьте, дали вам неосконечаемое количество кирпичей, и вы их кидаете, и у вас получается в здании МГУ. Тоже случайно. Не зря же народная мудрость гласит. Нет, в мире ничего случайного. В любой случайности есть своя скрытая закономерность. Понятно. Так, здесь в чате у нас очередная дилемма. Аин говорит, все-таки тяжеловато без перерыва, даже туалет не отличится. Памперсы еще никто не отменял. А я горшок принес, который еще маленький ходил, ну и так далее. Вот стоит вопрос, ну так что, поставить паузу что ли музыкальную, дать людям отлучиться ненадолго? Ну, давай. Ну, давай. В общем, 4 минуты вам дается на все про все, и не опаздывайте, вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 9 апреля 2016 года суббота по одному из старинных 39-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета неделя. Возвращение на Реулу или Джаре 2. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. А раз так, то мы общаемся с автором этих книг фантастических Хиневич Александром Юрьевичем. И сразу схода в карьер, не задерживая ничего, не затягивая время, мы продолжаем отвечать на вопросы. Вопрос из Мытищ от Владимира из Мытищ. Калаврат, желаю тебе здравия. Расскажи, почему ты упоминаешь межгалактические путешествия? Разве в Млечном пути миров недостаточно? Почему межгалактические путешествия, а не межсолнечные? Ну, потому что внешники приходят из других галактик, поэтому межгалактические. Вот и все? Так все просто? Так банально? Да. Ты же тригант, ты должен был затриковать, а ты так все раскрываешь. У нас же не одна галактика. То есть межгалактические, она же может с одного края галактики на другую, она тоже считается как межгалактическая. Из-за одного рукава в другой не перелететь. Понятненько. А если, знаешь, так еще затормозиться в кораблике, пускай там прокрутится наша галактика, и тебе не надо никуда двигаться, просто повисишь на месте и смотришь к другому в конце галактики сам приплывешь. Ну, даже что, бесконечность, что там ждать-то? Ладно, Василий Васильевич раскололся. От меня все вопросы сам лито идут. Ну, вот понятно теперь, откуда он черпает информацию. Ну да, наш путешественник. Владимир Азмытич, вопрос в эфир. Калаврат, почему подавляющее большинство исследователей обращает свой взор в прошлое в поисках мудрости предков? Это значит, происходит деградация? Вот почему люди не ищут мудрости для потомков? Ну, каждый ищет, где хочет. Кто-то ищет мудрость у предков, кто-то у соседей. Ну, все зависит от людей. Каждый ищет там для себя, где ему удобно. Кто-то вообще считает, что мудрость можно найти только в интернете. Когда ты про соседей сказал, кто-то ищет соседей, так сразу образы в голову пришли. Ну да, каждый ищет там, где рыщет. Следующий вопрос Дмитрий из Донбасса. Сначала благодарение за труд. Возможно ли, а очень хотелось бы, включение в сюжет в дальнейшем встрече, пусть и в иных мирах с изначальными древними, а и, возможно, даже впоследствии на Медгарде, тем более сотворение книг идет в лето звездное. Ну, во-первых, те, кто читает уже третью книгу Черновик, там уже сталкиваются с древними, даже Тано, пилот древнего корабля, то есть уже контакты есть. Так что читайте. Читайте и узнаете, да, ищите да обрящите. Ладно, следующий вопрос, в эфир Ингварь задает, сколько расслышал от тебя много интересного о семье и воспитании детей от тебя, да, в том числе, как раньше это делали. Было бы здорово увидеть хотя бы брошюрку на эту тему. Думаю, что многим будет интересно, а я еще добавлю, и полезно. Ну, что, брошюрки не знаю. я планировал давно просто сделать фильм, который так и назывался «Воспитание». Но, так как у меня технику изъяли, все материалы остались там, если ее вернут, то фильм появится. обнадежил. Ладно. Дмитрий из Донбасса задает вопрос в эфир. Не желает ли Калаврат образно включать сюжеты, процессы, происходящие в яве в наше время, в нашем мире для уразумления людьми со стороны более глубокой мудрости? Ну, посмотрим. Все не от меня зависит. Я же говорю, идет поток, я записываю, а потом его дополняю. Понятно, понятно. Уже третий вопрос я здесь читаю, но пока еще не задавал тебя. А что имеется в виду поток? Что за поток, откуда он идет, от кого он идет? Ну, куда идет, понятно. Ну, вот пришло, написал. Откуда я знаю, откуда? Там электронного адреса нету. Ответного, да? Обратно. Ну, ты бы уточнил, ребята, хотя бы подскажите, а то мучаюсь, сижу, откуда там прет. Откуда же все это? Такое счастье-то мне, да? Ладно, дальше продолжать не буду. Вопрос от Фир Геннадия из Твери. Книги можно только на сайте издателей купить или они в книжных магазинах есть в продаже? книжных магазинах, но здесь заказывают те, у кого в городах нету книжных магазинов, продающих книги данной тематики. Вот для них заказ на сайте. Ну, или, допустим, они живут в той же Белоруссии, Украине, Казахстане. А так, те, кто живет в Москве, они покупают, как я уже говорил, спорткомплекс Олимпийский, третий этаж, 195-я, 196-я торговая точка. А у издателя, насколько я знаю, приезжают оптовики с разных городов, берут книги и везут к себе в города, и там у них в магазинах. То есть, я в эту кухню не лезу, это дело чистое издательство, как он ведет свои дела с книжными магазинами, поэтому люди в разных городах покупают эти книги. Все зависит от того, с какого города оптовики приезжают за книгами в Москву, вот и все. Так, кошка мяукает далеке, да, слышно неоднократно кошка, но вообще понятно, что кошек мы любим, то есть, на фильм рассчитывать особо нечего, задает вопрос Сингвара. Пока я ничего сказать не могу, потому что мне пока арктехнику не вернуты. Понятно, аргентинец пишет, а издательство в Омске? Нет, издательство не в Омске, издательство московское. Так, ну что, дальше смотрю, просто по чату смотрел реакцию, сейчас дальше по вопросам. Виталий просит возвращение на Реулу. Переведите, пожалуйста, слово Реула. Да, это название планеты. Это все равно, что переведите слово Земля, да? Это название планеты, и все. Не, ну вдруг там какое-то есть потайное, чего-то. Ну, Реул и Реула, понятно. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос нам поступил от Геннадия из Твери. Отче, скажи, а по Тартарии удар наносился и вашим разрушителям, кроме ядерного, так как много скал расплавленных, даже на фотографиях видно? Ну, это как бы не тема обсуждения книги, мы же как бы книжков обсуждали. Вот начинается, что нашли корабль где-то там, может быть, как-то привязать к этому, а там случайно корабль, он не в тех самых горах, которые оплавленные были. Ну, оплавленные может там эти горы, это осколки луны, которая была разрушена. А тоже было другим видом оружия. Малая луна разрушена и рухнула на землю. Ну, я думаю, что так или иначе все равно ты будешь касаться этих вопросов тоже, ведь книжек это много ожидается, так что, я думаю, почитаем и узнаем. Ну, я не зарекаюсь. Ты знаешь, иногда авторы, которые придумали очень интересного персонажа и хорошо подобрали стилистику изложения для этого персонажа и жанр и так далее, в конечном итоге так устают от этого своего персонажа, что просто его убивают со временем. Но благодарные читатели говорят, нет, ты, пожалуй, давай, верни, воскреси. То же самое было с Пуаро, то же самое было с Шерлок Холмсом. И со Штирлицем. Да, и со Штирлицем. Так что, может быть, судьба этой серии книг будет примерно такая же. Да задолбали меня. Да нет, я не сторонник того, что главный герой, да, вот там все у него хорошо, потом раз, его и убили, все, книжка кончила. Я не сторонник таких концовок. Мне проще написать. Главный герой сел на корабль и полетел на другой край Вселенной. Все. И многоточие. Своё новое путешествие, да. Хорошо, Светогор. Вопрос даже не знаю, эфир или просто риторический. А почему постоянно описывают, как боги дарят технологии и цивилизация начинает в основном воевать? И что-то ничего не припомню, когда боги дали духовные знания и цивилизация начала подниматься в своем развитии к богам. Как-то так. У разных народов по-разному. У славян, допустим, все боги, которые давали знания в древних славянских преданиях, они давали в основном духовные и, будем говорить, профессиональные знания. И шло развитие. у других народов там было по-другому, но где-то воевали. Почему? Да мне кажется, здесь надо проще посмотреть. Ты просто посмотри, кто войны начинал. здесь даже можно сказать, что сейчас любые древние знания, любые древние знания стараются преподать с точки зрения современного понимания. Вот берут какой-то кусочек из древнего предания и показывают, а вот видите, они там воевали, друг друга уничтожали. и все. А читаешь предание, получается, что вот это упоминание это однотысячное из всего преданий. Но вычленили и показали только этот кусок. Вот, ну, представьте, книжка, да, насколько я помню, было 520 страниц. Называлась Тарас Бульба. Так? А из Тараса Бульбы цитируют только одну празу. Чем я тебя породил, тем я тебя и убью. Это, знаешь, ты нашел на 3 метра, это уже как-то это, нет, там я тебя породил, я тебя убью. Там несколько попроще, ты как-то польстил, польстил Тарасу, явно. Да. Ну, так это... Нет, ты понимаешь, что все, вся книга заключается в отцу, отец убивает ребенка. Вся. то есть, каждый берет из того, что, ну, вот как оно звучит, кому что нравится. Ну, так еще есть одна версия, которую я хотел тоже сказать, что надо посмотреть, чьи описания, чьих народов рассматриваются, потому что есть боги, которые именно пришли для того, чтобы здесь войны начались, и поэтому давались технологии для воин, для покорения этого мира, там, еще для чего-то, а есть боги, которые давали знания, давали духовные начала. Вот тот же Велец, да, он пришел и обучал чему? В основном сельскому хозяйству, да, или местечеству поднимал, то есть давал знания в этом ключе, ну, и духовные не забывал. Но нигде, вот, насколько я знаю, не говорило, что Велес учил кого-то убивать. Нету такого. Пойдите и убейте всех. Нету у Велеса таких фраз. Нету у Перуна. Таких фраз. Давайте вот мы сейчас всех уничтожим. Нету такого. То есть славянских богов нет. Каждый имеет право на жизнь. Каждое разумное существование вселенной. Даже в книге Мудрости Перона сказано, что даже бесы, разумные животные темного мира, имеют право на существование и развиваться. Вот и все. Понятно, понятно. Вот Святогор пишет, обучал Велес, обучал Перуна, что в итоге имеем? Так вопрос, кто обучал и кто к кому пришел. Кто к кому драться-то пришел. Давай с этого начнем. То, чему обучал Перун и Велес, там не было. Идите в миры иные, разрушайте их. Идите к другим, покоряйте их, порабощайте. Там такого не было. Это немножечко из другой. Защищайте себя, это да. Но защищать не значит нападать на кого. Да, так что это просто разные заветы для разных людей, разных родов, разных народов вообще. Так что не надо постноэспрессным мешать. Это не наша. Это известная доктрина, но она не наша. Так, давай дальше посмотрим. Светогор, вопрос в эфир. А что в сундуке-то, когда откроют? Это в первой части звучало. Это и после второй, и это звучит в третий. А там сундук передали хозяину, не открывая. Слышь, автор, не томи, автор, ты сейчас вбьешь всю интригу вообще. Так получается, сундучок стоит, а его разрывают. стоит и кушать и проек. А потом еще и хозяина вернули, хозяин поблагодарил, забрал себе. Куда мужик пошел-то? Да как куда? Мой сундук. Куда хочу, туда несу. А открывать? Нет, нет, ребята, мой сундук. Ну ладно, ладно. Откроют. Откроют? Да. Все равно откроют. Ладно, Светогор, откроют, не переживай. Так, Василий, вопрос в эфир. В одном из видеообращений по памяти мировосприятия часть 3. А слушай, это имеется в виду как-то отношение к нашей книге? Да, я сейчас сначала прочту его. Давай сначала прочту, потом решим, отвечать, не отвечать. Мировоззрение часть 3. Вы озвучили, что на Москве в 1812 году был взорван ядерный заряд, который вызвал пожар, уничтожившийся город. Вопрос, в общем-то, простой. Как такое могло быть при отсутствии в то время многих технологий? Я здесь даже не буду говорить о средствах доставки ракеты, торпеды, летательный аппарат, хотя бы технологии производства, обогащения, оружейный уран, оружейный плутоний, более того, технологии хранения в реальности ядерная боеголовка не вечного хранения, а по регламенту снимается, устанавливается, отправляется на завод. Не затруднит вас объяснить более подробно этот момент? Будешь отвечать, не будешь, или не будем? Да, здесь все очень просто. Этот человек рассуждает, как это сейчас делает. А в старые времена они откопали где-то и применили. Вот и все. То есть уже готовые изделия. И ни одно нашли, допустим, склад, ну будем в стазе с хранилища говорить, да, с готовыми изделиями. Ну а как применить? Ракет нет, торпед нет. Что есть? Царь-пушка есть. Калибр подходит. Ну и стрельнули. Простыми ядрами не стреляли. Вот и все. Простой как бы пример. Что-то... Нам говорят, что Царь-пушка не стреляла ни разу. Ну да, ну, можно сказать все что угодно. Обычными пороховыми зарядами нет. Ну мы знаем еще, по-моему, тысяч... Дай Бог помните. По-моему, 1542 год, когда Крикутной-то на воздушном шаре поднялся, да? А раньше же даже во времена наполеоновских войн для наведения пушек использовали воздушные шары. кто мешает бросать с воздушных шаров. Поэтому... Вариантов множество. Да, конечно. Ладно. Вот, те же индийские веды, да? Оружие Брахма, оружие Индры и прочее описание. Там же нигде не говорится, как они обогащали уран и прочее. Там они брали готовые изделия и применяли. Вот и все. Махеджайдар о том подтверждении. Так, следующий вопрос я пропускаю, он совсем не по теме от Виктора. Виталий, вопрос в эфир. Какое влияние на Землю оказывает Луна и как указывают древние знания было три Луны. Но одно из влияний это прилив и отлив. Это раз. Во-вторых, стабилизация на определенной орбите. Да плюс воздействие Луны на некоторые растения. То есть одно из них было описано. Поэтому травники до сих пор собирают многие травы только в полнолунии. То есть там множество влияния. Какое-то одно описать, это их множество. Зачем урезать? Да, было три Луны, но было другое влияние, по-другому развивалась жизнь. Сейчас вот такое. Ну, понятно. Я думаю, что достаточно информации про одну, про две, про три Луны, так что было бы желание, придут к тебе и знания. Дальше реплика в эфир от Олега из Иркутса. Здравия, добра, всех благ, калаврат, огромное уважение за те знания, которые получил от него через лекции и много-много чего-другого, что есть в интернете. Они изменили мою жизнь в осознанную позитивную сторону. Ну, раз позитивную, знаешь, хорошо. Ну и хорошо, ну и рады. Так, Ингварь. Вопрос в эфир. Когда-то давно первым человеком, который красиво писал о славянах, пусть и по-своему, для меня стал Головачев. А как ты относишься к этому писателю? Никак. Я его просто не знаю. Я тоже читал книги Василия Головачева. А если по-другому? А к творчеству Головачева как относишься? Вот и вот. К творчеству положительно. Интересные книжки писал, особенно там у него «Чёрный человек» и прочее. «Древо герок». Ну, хорошо, красиво описывал. Ясно, ясно. Но самого Головачева я не знаю. Я читал некоторые произведения. Мне понравилось. но не все, честно скажу. Потому что потом мне просто не было времени читать. А так у него хороший язык написания, стиль изложения. Скажи, пожалуйста, так вообще есть у тебя какие-то ориентиры среди писателей, которых ты так поднял на щит и сказал, вот этот человек, который, ну, можно сказать так, мой учитель в некоторых вопросах с точки зрения, как правильно подавать информацию? Ну, я первый раз, когда попробовал фантастический рассказ написать, у меня все, это еще был, дай бог, в памяти, по-моему, 71-й или 72-й год, это все под воздействием прочитанное собрание сочинений Герберта Уэллса. Потом, после Уэллса, я уже начитал, начал читать Беляева, Ефремова, то есть наших писателей, Толстого, та же элита. Ну, и чем дальше мне больше нравились всегда, как говорят, русские и советские фантасты, а западная, она, ну, больше технократическая купи-продай. Вот Уэллс, он, в этом плане, он, как бы, отделен от этой. Стизи, как бы, в стране стоит. А в основном, вот, читал. Это вот наши советские писатели. Ну, хорошо, школа хорошая. Владимир Змотич, Калаврат, в жизни столько дел, проблем, нерешенных задач, забот, сколько разных людей на пути со своими тараканами, в кавычках. Ты человек мудрый и с огромным жизненным опытом. Дай напутствие, как все это разрешить? Как быть и что делать? Живи по совести. Понятно. Уже много-много раз говорили, да? Так, Иван Игоревич, вопрос в эфир. Скажите, в какой книге стоит ожидать описание внешнего вида кораблей? Я над этим как-то не зацикливался, потому что я читал других авторов, они там зацикливаются на тактико-технических характеристиках. Вот двигатель один он снял, поменял на более мощный. Гипердвигатель снял, еще более мощный поставил. А для этого значит надо и генераторы более мощно поставить. я не зацикливался над этим. Вот тот же корабль древний, он трансформер, он может принять любую форму. Я почему вот к этому еще когда в Салехарде работал, помню, возвращался домой и посмотрел на небо, летит треугольный объект, сверкает, громадный, а потом он раз из треугольного превратился как круг, то есть растянулось. Ну и что, значит что, изменилась форма. Поэтому я спокойно, ну летает и летает, допустим, тоже окунёло летом выезжаешь, звездная ночь, сейчас смотрят, о, вон тарелка летит. Я говорю, ну и что, ну пусть летит. или кто-то прибегает, ой, я вчера НЛО видел, ну и что, что вам не интересно, я говорю, ну если бы я подошёл и сказал, ой, я вчера трамвай видел. Я этих НЛО летающих объектов уже насмотрелся столько, что, ну не интересно. Ладненько, ладненько, как-то приземлённо дал такой ответ, но насмотрелся. Ну я просто своё мнение, ну видел, ну летают, ну и что, но сейчас об этом вон РЕН-ТВ каждый день показывают. Ну а не было желания так, мужик, дай прокатиться. Ну меня никто не приглашал. Не, ну ты сам подошёл, сказал, что летаешь, дай прокатиться. прокатимся там. Да не, у меня дома дело хватит. А, ну понятно, ну хорошо. Так, отшельник успокаивается. Но откуда же он черпает информацию, спрашивал Мюллер. Так, ну ладно, Светогор, вопрос в эфир. Хотелось бы в книгах чуть больше информации про расы, которые жили и живут в Солнечной системе, в том числе интересно Дея и Марс. А почему только Солнечная система от себя ограничивает? Ну, как-то рядышком. Как-то рядышком, вот он, видимо, и спрашивает. Давайте с ближними разберёмся своими. Не, ну с ближними. Ну, все славянские предания говорят о детях Арея, да, было славянское племя, которое называлось Дети Арея. То есть, по преданию они на Великой Птице спустились с небес. Вот переселили те же славяне. Сейчас в паспортах написано русский. Украинцы, белорусы. Ну, всё нормально. Ладно, хорошо. Виста. Ну, это же далёкая древность, и многие, а с какой я планеты прилетел? Ну, мама с папой спрашиваете, о чём они думали, когда вам зачинали? Даже так? Ну, да. Ну, да, да, ну. Хорошо. Виста. Вопрос в эфир от Виктора. Отче, скажи, сколько краковской колбасы взял с собой главный герой? Сколько путешествуют и едят краковской? Ну, вот почему так невнимательно читаем? Ведь каждый продукт, который был взят на земле, был погружен в анализатор, пищевого синтезатора, после чего достаточно потом набрать определённый код, и ты получишь свежую краковскую колбасу. Вот и всё. На молекулярном уровне молекулы построены в один ряд и получаешь то, что нужно. тем более взяли они её несколько коробок, да плюс ещё внесли пищевые синтезаторы. На всякий случай всё равно техника техникой, а покушать хочется, вдруг сломается, да? Да. Понятно. Ну, ответ ясен. Скажи, пожалуйста, на складе не залежался так, на всякий случай, походный вариантчик, вариант такой небольшой, чтобы можно было там что-нибудь приготовить такого пищевого анализатора. Ну ладно, шутки шутками. Анастасия Рысь дальше за этот вопрос в эфир. Наши предки в совершенстве владели энергиями своего тела. В первой книге Джаре описываются капсулы, в которых герои проходят процедуру омоложения. Вопрос такой, зачем нужны такие приспособления, если можно было героям просто пробудить свою генную память и исцелиться самостоятельно? Ну, опять же говорю, надо читать внимательно. Многие возможности были заблокированы всевозможными излучениями, под которые попадали наши предки. Ну, тоже излучение спармса, которое все блокировало и память, и жизненные сроки и так далее. Сейчас к этому добавилось еще больше излучений. Вон, мне люди же на почту пишут, рассказывают о случаях. То есть, жили в пятиэтажке, люди нормально. Недалеко поставили вышку сотовой связи. Буквально через полгода в доме начали самоубийство. То один с окна выбросился, то другой из балкона выпал. Вроде как случайность, но никто не связывает с вышкой, а от нее то излучение идет. Ясненько, ясненько. Вот Гриша тут написал. Я же говорил, синтетику жрут. Когда-то про колбасу. А сразу Аставар. А какую колбасу еще любит колавра? Сразу такие уточнения пошли. Естественно, деревянская. Есть деревянская, понятно. Вопрос эфира Толега. В сталинские времена колбасу без жира выпустили. И она была полезная, поэтому ее даже и назвали докторская. Что ее там ели те, кому нельзя жирного. То есть для них как лекарство было. Понятно, понятно. Некоторые шутят. Есть колбаса говяжья, есть свинячья, а есть докторская. Тот у нас докторов и не хватает. Ладно, дальше. Вопрос от Олега Зыркутска. Калавра Здравия. Скажи, пожалуйста, как по твоему мнению является ли интрига формой провокации, синдромом постоянного революционера, бесконечным самоутверждением? Можно ли обойтись здравомыслящему русичу без козней каверс проделок? Была ли такая форма общения на Руси в древние времена или это наносная инородная грязь? Не, ну, проделки, проделки, у детей всегда козни, каверсы, проделки. У детей это всегда было. То есть дети воспитывались, чтобы знать, что это такое и как этому дальше в жизни противопоставляться. как многие говорят, вот надо идеально чистый мир. Но если будет идеально чистый мир, как люди от зла, грязи и прочее выживут, сохранятся. Они же не знают, как с этим бороться. То есть, но одно дело знать о грязных делах и не пользоваться ими. Ведь в тех же ведах сказано, познавайте мудрость всех родов человеческих. Для чего? Чтобы знать, кто на что способен. Вот и все. А насчет синдрома постоянного рационера, ну, я уже говорил, что все вот эти университеты, они изначально строились на воспитании вот это постоянного противодействия окружающего миру революционному. То есть, первые университеты в Европе, они строились как противовес, хоть там и было Слово Божие, но противовес христианской церкви. То есть, в университетах инакомыслие отклонение разрешались. Но дальше это уже развивалось понакантно, и когда по всем странам начали университеты, ну, вот, возьмем нашу российскую историю, где появлялись все революционеры, все вольнодумцы и прочее, они именно выходили из стен университетов. Именно оттуда. Потому что принципы были заложены еще раньше. вот это все. Кто-то я смотрю, программа такая выходит, это универ, но такая программа своеобразная, не буду их характеристики давать, но такая своеобразная. Это еще там было заложено. Понятно. Так, еще несколько вопросов есть. Сэр Ёжик, вопрос в эфир. Отче, как вы и ты там в Омске с наводнением справляетесь? С каким наводнением? Не знаю, Сэр Ёжик написал и прочитал. Дальше, следующий вопрос, эфир от Олега Зверковска. Имело ли значение на Руси то, как обнимают супруги, мужчина-женщина, друг друга, за плечи, за талии, за руки, имеются ли в этих жестах священный глубокий смысл? У каждого по-своему. Для кого-то имеет, для кого-то нет. Но контакт, контакт тактильный. Ты же чувствуешь энергии и прочее от другого человека. Вот и все. Знаешь, потому что, вот я так понимаю, почему этот вопрос возникает, уже не первый раз он задает вопрос в разных передачах. Сейчас многие говорят, что вот это здравление, не ладонь за ладонь, а за предплечье или за запястье с обниманием, оно в древности, оказывается, к русским никакого отношения не имели. Это говорят, это все выдумки, это выдумали совершенно недавно. А есть какие-то подтверждения, подтверждения, что так именно здоровались именно таким образом? Ну, я уже как-то рассказывал, вот когда здороваются не ладонь в ладонь, да, а ладонь одного к локтю другого. Ну, или запястье. То есть, во-первых, при таком методе, во-первых, сравнивали две вышивки на рубаху, да, ну, по краю окантовки рукава по вышивке определили, кто из какого рода и чем занимается. Это первое. Во-вторых, ладонь ложилась на пульс и каждый чувствовал пульс другого, то есть, искренне поздоровались или нет. И в-третьих, проверяли, нет ли спрятанного ножа в рукаве. То есть, да, вот такое было. Ну, просто было такое, что просто, как говорится, тяпком головы. приветствовали. Было и такое. Просто нигде нет четкого описания о том, что вот, в таком-то веке такой-то подошел и как обнял или как за предплечье схватился или залопать. у наших предков не было никаких догм. Это первое. Не было никаких догм. Поэтому в каждом роду мы могли здороваться по-разному. В одном роду там руки пожимали, в другом при встрече там целовались. По-разному. Ведь насчет поцелуя же вам предания, как говорят, когда один человек целует другого, он отдает ему часть своей души. Если взаимно поцелуя, то есть это идет обмен энергии на душевном уровне. Взять хотя бы императорскую Россию, на Пасху там все троекратно целовались и знакомые и незнакомые. Вроде чужие люди, а троекратно расцеловались и разошли. А потом враги нападают и никак не могут понять. Народ разобщенный, но в случае опасности раз все стали как один и врага уничтожили. А почему? А потому что перемешанные энергии чувствуют слияние аур энергии. Вот и все. Следующий вопрос. Ясно. Мишка, вопрос. А, вот нет, Виталий. Вопрос в эфир. Вот ты сказал слово совесть, а совесть в чем-то измеряется? Совесть либо она есть, либо ее нет. Я понимаю, что у некоторых вспоминается старый одесский анекдот, когда умирает старый банкир и говорит своим детям, я прожил счастливую жизнь, моя совесть чиста, я ей никогда не пользовался. да, да уж. Ну, то есть, ничем измерить совесть невозможно. я же сказал, она либо есть, либо ее нет. Ну, а хорошо, а как определить, есть она или нет, давай нашим присутствием расскажем. А это уже каждый человек сам решает. Поэтому, кто живет по совести, к нему соответственное отношение, а у кого ее нет, про то говорят, ну, вот это безсовестный человек. Но есть же такое выражение, что совесть на хлеб не намажешь у некоторых людей, скажем так. Да, и в карман не положишь. И не булькает, да, и не клакает. Поэтому, такие вопросы возникают, я, конечно, зачитываю, но вот я не знаю, как отвечать на такие вопросы, если бы меня задали такой вопрос. Но нету прибора, который измеряет совесть. нету прибора, который измеряет душу или дух. Это все равно, что спросить, а у вас какой уровень духовности по шкале? Где-то в районе девяточки, да. Да, но это то же самое, как ты сказал, там душу, как это, загадочная русская душа, иностранцы говорят. А чем она загадочная? Чем вы лучше других? Сразу там придирки начинают. Да вот там 282-ю статью вам за такие слова надо привесить, за то, что типа ваша душа загадочная, а остальные все души какие-то другие. И такие тоже высказывания слышали. А у нас еще у души запах есть, у духа вернее. И в сказках здесь русским духом пахнет. А чем пахнет русский дух? Да. Давай дальше. Да, уже давай дальше. Так, про Реулу мы разобрались, а вот Мишка спрашивает, а что означает название Джаре? Ну, это еще в первой книге написано. Джаре означает потомки. Дальше, Виктор, вопрос. Калаврат, а вот буквицей такую книгу напишешь? Зачем? Ну, для развития, видать. не вижу смысл. Представляешь, люди буквицы изучили и начинают как пособие читать книгу. Классно. А кто-то руннику прошел, корону, да, и короны там, пожалуйста, читайте. Нет. Книжка написана обычным языком для обычных людей. без всяких там придумок. Светогор написал. Коли задали вопрос по приветствиям, у меня также есть вопрос, на который ответ ко мне не приходил. Подскажите, какое значение имеет завязывание пояса на правой или левой стороне тела? А какое-то отношение имеют книги ну, говорит, раз уж задали вопрос по приветствиям. Ну, ладно, если не имеет, идем дальше. Виктор пробуквецу задал, теперь Мишка. Вот мне нравится, что катаются они на Патриоте. Реально крутая машина, особенно, когда в натуре видишь, все Ниссаны просто отдыхают. Вопрос о коловрат жизни. Ты на какой машине ездишь? И тут сразу ответ появился на белой. Сразу в чате. Да, у меня как бы машинка средняя белая называется Volkswagen Crafter и серебристый Hyundai Ayrotown. Но это автобус. Чтобы я мог всем своим семействам допустим, поехать к родственникам в Белавусе. Как раз там 30 мест все размещают. Сели и поехали. Да. И поем песенку. Мы едем, едем, едем в далекие края. Так, Дмитрий из Донбасса. Вопрос скажет ли, что о взаимосвязи? Возможно, это от этрусков передалось? Кое себя называли рассенами или пилоскопами? Римляне называли этрусков своими учителями. Поэтому они все переняли по этносу русского. Так, ну и вот вижу окончательный, не окончательный, один из последних вопросов. Мишка, вопрос. В книге часто пьют коньяк. А что, коньяк так полезен? Где часто пьют коньяк? Ну, Мишка написал часто пьют коньяк. Я не знаю, где, но написал часто. А я верю Мишке. Мишка врать не будет. Упоминание двух раз, двух раз, это не значит, что его часто пьют. Во-первых, коньяк, те, кто не знает, он всегда настаивался в дубовых бочках и в старые времена вообще-то использовался как лекарство. Это уже в наше время его начали стаканами пить. А я помню, еще в 60-е годы, когда продавался коньяк в маленьких таких бутылочках, шкалики называли, там по 25 грамм всего было. Они в пол-литровых бутылках. Подарочные наборы. Там были всяко-разные коньяки. но старые времена коньяки делали именно для того, что они помогали. То есть, их употребляли вот как оператив перед едой. Александр, дело-то в том, что живем мы сейчас немножко в другое время. И любое упоминание... Тело. Да, сам понимаешь, любое упоминание об алкоголе, оно или воспринимается... О, так вот же традиции, надо ее... Так не, но мы же... Подожди, сейчас я закончу, подожди. Надо же ее поддерживать, из нашей традиции. А другие, которые уже поняли, что такое спиртное, они наоборот говорят, вы что там разводите пропаганду алкоголя? Да, в том-то и дело, это все домосли. Во-первых, я не сказал, что это было у наших предков про коньяк. Наши вообще не употребляли спиртного. И даже пиво, да, пиво, говорят, вот на Руси варили пиво. Пиво, это было питная вода, сокращенно пиво. Поэтому в той же Чехии, да, славяне, у них нет кваса, они пьют пиво. И большинство сортов пива, оно безалкогольное. Это раз. Во-вторых, водка, водкой в старые времена называлась настои на травах, на воде настаивали травами. Поэтому и водка была. А то, что Дмитрий Иванович Менделеев, говорят, изобрел водку сорокапроцентную, он ее изобрел, он же тут же с друзьями выпил, больше ее не было. И, во-вторых, в книге показано, что алкоголь применял главный герой для того, чтобы вызнать, как разведчик, нужны ему данные сведения. Поэтому и показывают, что те, кто употребляет алкоголь, даже секретные сведения могут выболтать. Вот в каком ключе. А кто-то о, вино, коньяк, все, алкоголь, пропаганда. Нет, показывают, как разведчик использует методы для получения информации. А это совершенно другой смысл. Ну, понятно, понятно. Ну, во-первых, Менделеев водку никакую не выдумывал, водка была до него выдумана, он просто некий стандарт подготовил. Нет, он создал 40-градусную, то есть он путем поднятия плотности довел до 40%. Ну, и тут же это друзьями приголубил, больше такое не было. Все, что изобретено, было пустято. А уже потом, когда узнали 40, начали просто хлебный спирт разбавлять. Ну, я сейчас не про это хотел сказать, это, во-первых, что он не выдумывал, да, во-вторых, что все-таки здесь надо учитывать наш на сегодняшний момент засоренный менталитет, засоренное наше представление в этом мире. Которые заполнили, которые заполнили всевозможными придумками. Да, да, поэтому здесь вот в очередной раз просто призываю всех, когда вы употребляете какие-то слова, которые сейчас воспринимаются по-другому, в том числе и писателей, я прошу об этом, вы давайте сноски о том, что имелось в виду в древности и что это сейчас отличается. И если раньше, например, тем же самым, как ты сказал, лечились коньяком для того, чтобы не валяться в постели, сейчас его столько в себя заливают, что валяются где угодно, потому что каждую меру лечения воспринимают по-своему. Вот эта дурь, она, конечно, очень глубоко сейчас сидит у всех, поэтому с этим вопросом надо быть очень осторожным. Все-таки, ну, много людей умирает от этого и много потом еще проблем у тех, кто рождается от таких людей. Это же генетически все передается, так что в очередной раз призываю всех, будьте осторожны, когда об этих вещах пишите или раскрывайте более плотную тему или как-то удерживайте себя. Так, ну что, еще тут такая реплика. Вопросы в эфир от Олега Зыркустова. Какой временной отрезок времени описывает Велесова книга по мнению Калаврата? 20 тысяч лет или 2 тысячи лет? Просто слово «тьма» по-разному переводят авторы. Благодарю. Понятия не имею. Хорошо. Дальше вот Дмитрий из Донбасса писал. по книге... Понятия не имею, потому что не все таблички, таблички Велесовой книги были найдены. Тот же из Энбеков он нашел часть табличек, а не все. Поэтому какой временной период описывают, точно сказать невозможно. Так, хорошо, с этим понятно. Значит, Дмитрий из Донбасса написал, кстати, по книге. Подкинул ее в электронном формате товарищу, далекому от славянства. Так он очень благодарен за эту книгу. Люба очень ему она начинает вторую читать. И сразу Аставр пишет, Калаврат, пиши почаще, а книги сами поменьше, мы чаще будем здесь слушаться. Дальше, Виталий, вопрос у тебя. Медовые напитки с ягодами мог превратиться в алкоголь. Ну, Виталий, да чего угодно можно в алкоголь превратить. Зачем продукт? Сахар дрожжи можно превратить в алкоголь. Да, зачем продукт портить? Ты применяй. Зачем? Как это? Вот я не устаю употреблять, применять этот анекдот про мартышку. Мартышка, мартышка, что ты ешь? Спрашивает крокодил, проплывая мимо. Банан. А чего он такого странного вида и цвета, и запаха? Так я его третий раз ем. Вот вопрос, зачем тебе употреблять уже переработанное что-то и то, что является уже фекальными выделениями каких-то там грибков или грибовых бактерий или кого-то еще. Но ты употребляешь в том виде, как они есть. Что все постоянно спрашивают? А вот это можно и можно. С дури можно и кое-что сломать об стену, голову, например. Ну, зачем? Нужно тебе это? Не нужно. Так. Ну, основные вопросы все мы, в принципе, прочитали. Можно подходить уже к завершению нашего сегодняшнего эфира. Итак, давай. Я тут бы хотел ответить еще Дмитрию Зонбассову. Давай. То есть, он пишет, товарищ далек от славянства. То есть, а я и не говорил, что моя книга рассчитана только на славян. Ее может читать кто угодно. Ведь в книге же вопросы касаются людей, живущих на земле. но взять тоже Нибиру, да, и Ближний Восток, а Кадошумерские предания. Они какого отношения имеют к славянству? Да никакого. Но люди могут о них читать. Вот так как-то. Хорошо. Ну что ж, давай тогда напомним, что сегодня мы общались с тобой в живом эфире по теме выхода книги «Возвращение на Реулу» или «Джаре-2», кодовое условное название, которая вот-вот-вот-вот уже должна появиться в издательстве Радовича. То есть, типографии все же дали окончательный ответ, когда это будет все распечатано. Вначале она появится на третьем этаже Олимпийского в Москве. Это 195-196 место, торговая точка. Вот. Можно книгу уже заказывать в издательстве Радовича. Там уже предварительная запись. Кстати, там какая-то, я посмотрел, акция проводится о том, что разыгрывается книга. Так что вы зайдите на Радовича и вполне возможно вы книгу получите совершенно безоплатно, безвозмездно и так далее. То бежда работают. То бежда работают. Да-дам. Как говорила, сова вроде говорила, да? То ли дадам. Вот. И если не поленитесь, то еще у вас есть время до того, как она появится из типографии в издательстве, для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Я думаю, что ну, что бы не поучаствовать. Зашел там, написал что-то, ответил, да, и получает. Вот. Узнали достаточно интересные некоторые подробности, дали ответы на многие вопросы. Вот здесь люди пишут. Благодарю за эфир. Действительно, легко и быстро читается. Александр Юрьевич, почаще приходите в эфир, выпускаете видео, низкий поклон. Благодарство за передачу. Интересно слышать. Почаще являйтесь в эфирах, если будет возможность. Благодарю за программу. Благодарю за эфир. А то слышите отче. Всем благ и здоровья. Благодарю за эфир. Жду новую главу Джаред Три. Желаю успешно вернуть свою оргтехнику с извинениями. Да, было бы хорошо, если бы почаще появлялся. А если бы хотя бы просто вернули. Да уж, верните, мы извинения спишем. Вот. Появляться в эфирах с темами, но когда книга будет тише писаться, хотелось бы и по другим темам пообщаться в эфире с Калавратом, так намекает Дмитрий из Донбасса. Благодарю, Калаврат Алексея, за позывательный эфир. Всем добра. Благодарю за вельми интересный эфир. Всего доброго. Всех благ. Ну, вот, как-то так. Ну, что ж, замечательный... Мы тоже можем пожелать всех благ тем, кто читает и тем, кто слушает Славянское радио. Ну, что ж, от себя я просто дополню, что мы, как совершенствуйся постоянно, уже третью передачу намекаю, так мягко проходя мему, насвистывая под песенку «Жил на свете Винни-Пух», так вот, что мы приобрели сервер, сейчас он настраивается и вполне возможно скоро у нас будет завещание, уже меньше перерыва будет, который технически, к сожалению, не от нас зависит, то там с электричеством какие-то вопросы были, то там с интернетом вдруг возникает, а тут уже у нас будет свой сервер. Так вот, приобрели наконец-то уже технически все, железка наша, уже профессиональный сервер и так далее, сейчас настраивается и поставим его в очень надежное место, где будет электричество, где будет свет, где будет там интернет, Быстрый, скоростной Так что, если хотите это начинание поддержать Поддержите, туда еще кое-что надо будет нам докупать Ну вот, напомню, что сегодня По одному из современных календарей 9 апреля 2016 года, суббота 39-й день месяца пробуждения природы 7524 лета неделя И мы говорили про Возвращение на Реулу Не просто как туда возвращаться, а про книгу Возвращение на Реулу, которая Выпускает издательство Радовище Автор Хиневич Александр Юрьевич Эта книга является продолжением Книги Джаре, ее условно называют Джаре-2, я благодарю всех За очень интересный эфир Который благодаря вашим Вопросам у нас получился Александр, благодарю тебя за то, что Нашел время и силы С нами дружеские Такое чаевничество строить И поотвечал на вопросы Искренне хочу, чтобы ты появлялся чаще У нас на радио, чтобы Побольше было интересных С тобой встреч, и как-то Хотелось бы все-таки Я понимаю, все трудности Я говорю, хотелось бы Как-то возобновить Просто такие посиделки Поотвечать на вопросы Вообще поговорить о жизни Но, понятно, некоторые есть Обстоятельства Пока еще Которые Ну, несколько, так скажем Мягко препятствуют Такому моему желанию Ну, ничего Все, как говорится Впереди Нам куда торопиться Мы еще люди молодые У нас еще несколько миллиардов лет Впереди Давай, желай что-то Нашим радиослушателям И третья книга На подходе Да, на подходе Там будет и все остальное Желай нашим радиослушателям Добра, счастья Светленького, чего-нибудь такого Чтобы пошли Сладких снов смотреть Ну, что Добра Радости, счастья Ну, а остальное Как говорится Своим трудом умножить Понятно Ну, остальное в книге Ну, что ж Всех рад был лицезреть Жаль, не слышу ваши добрые голоса Иногда слышу Представляю клацание клавиш Когда вы печатаете вопросы Что тоже очень интересно Александр, тебе низкий поклон За участие С вами была Народная славянская радио Алексей Орлов Желаю вам всего-всего Самого-самого доброго Переходим в автономное вещание До новых встреч Услышимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok